Главное событие в мире кино. Буквально несколько минут назад в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии Оскар в режиме реального времени. За ней следили зрители из 225 стран. Всем привет! Шумиха вокруг очередной церемонии вручения Оскара навела меня на мысли. Похоже, что у тех, кто живет попкорн в кино, что-то отсутствует. Может, нет тех, кто мог бы им объяснить, что к чему. А может, нет органа, ответственного за анализ поступающей информации. Надеждой на то, что дело в первом, попробую объяснить бессмысленность слежения за подобными мероприятиями. Прежде всего, у Оскара не абсолютная мера качества, а относительная. Награду получает не лучший из лучших, а лучший из тех, кто пришел. Проще говоря, на безрыбье и рак рыба. Бывают урожайные годы, когда что не фильм, то шедевр, что не актер, то гений. А бывает, что приходится награждать лишь потому, что чего-то лучшего нет. Например, меня нисколько не греет Оскар, который дали Мартину Скорсезе за технически безупречный, но пустой фильм отступники, который к тому же был ремейком. В его послужном списке масса фильмов, которые были оригинальнее, интереснее, глубже и сильнее, чем отступники. То же самое с Леонардо. Что такого он сделал выжившим, чего не мог бы сделать кто-то другой? Что там такого выдающегося, чего не было в Великом Гетсби, Волки с Уолл-стрит или Освобожденном Джанго? Такое дарование и профессионализм, как у Ди Каприо, встречаются редко. Каждой роли, начиная с самых ранних, вроде жизни этого парня, он горит и сияет подлинным талантом. Следовательно, дали ему плюшку или нет, ничего не меняет. Конечно, поклонников огорчает, когда кумир пролетает, и радует, когда его отмечают. Но факт формального признания значит гораздо меньше наличия подлинного дарования. Например, рассмотрим Дензела Вашингтона, у которого уже два Оскара. Вы только вдумайтесь, у него два Оскара. Два! Этим могут похвастаться немногие. Среди прочего, Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман. Что делал Де Ниро ради своих ролей? Портил себе прикус, набирал 25 килограмм, делал татуировки, работал таксистом, жил в больнице. Короче, делал все, чтобы сыграть роль. Дастин Хоффман вообще чуть ли не единственный подлинный актер на весь Голливуд. И на секунду, три Оскара есть лишь у Джека Николсона и еще Дэниела Дэй Льюиса мелким шрифтом. Джек, хоть и типаж, но гений среди гений. Это подтверждает и то, что Николсон номинировался больше, чем кто-либо 12 раз. И номинировался каждое десятилетие в течение всей своей карьеры. А Вашингтон, при том, что он добросовестно и успешно справляется с выполнением поставленных задач, все же ничего выдающегося, что стоило бы отмечать, не делал, но имеет два Оскара. А, например, Самуил Джексон, который даже молча наполняет все вокруг космическим смыслом, не имеет ни одного Оскара. Чувствуете разницу? Представляете, насколько были неурожайными годы, когда Дэн получал свои статуэтки. Кроме того, Оскар – это очень политизированная награда. Там ведь сплошная гомократия и либерастия, которые к искусству не имеют никакого отношения. Короче, Оскар – это не истина в последней инстанции, и не надо из-за очередного вручения мочить штаны. Например, у Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Эльдара Рязанова и Сергея Эйзенштейна нет ни одного Оскара. И мир почему-то от этого не страдает. Хотя они творили подлинное искусство, которое остается актуальным и прекрасным образцом эстетических и едиических ценностей на протяжении десятилетий. К слову, про Аватара уже забыли, а Иронию Судьбы смотрят каждый год. А Побег из Шаушенко, многие годы возглавляющий ТОП-250 на Кинопоиске, имеет лишь номинации на Оскар. Поэтому, даже если толерасты и прочие космополиты будут увешаны Оскарами, в вечности для них нет места. И чем раньше вы их забудете, тем лучше для вас. Оскаров и прочие позолоченные железки раздают каждый год. Каждый день на Ютуб загружаются миллионы видео. В соцсетях ежечасно постят сотни тысяч бессмысленных заметок и картинок. И что? Что вы приобретаете, отслеживая формальные церемонии? Раздача слонов не делает вас талантливее, умнее, сильнее, красивее или богаче. Вы не станете думать и говорить красивее, отслеживая обновления в ленте новостей и на каналах тупых школьников. Пока вы фокусируетесь на сиюминутном, бездарном и пустом, вы приобретаете эти качества. А все подлинное и вечное скрывается под грудой глянцевого мусора, который штампуется лишь для того, чтобы отвлечь вас от действительно важных вещей – семьи, самореализации и принесения пользы миру. Вместо погони за изменчивой модой, вспомните, что Парфенон, Сексинская капелла, музыка Моцарта и стихи Пушкина без лишней помпы остаются уникальными, подлинными и вневременными образцами красоты и гармонии. И подумайте, почему? Парфенон